МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Фридом время новостей. Здравствуйте. Российская армия обстреляла из артиллерии город Никополь Днепропетровской области. Один из боеприпасов попал в жилой дом. Здание разрушено. Из-под завалов спасатели достали 16-летнюю девочку и оперативно госпитализировали ее. К сожалению, она умерла в больнице. В результате обстрела также были ранены три человека. Россияне продолжают обстреливать Сумскую область. В Шостинском районе оккупанты ударили по учебному заведению одного из приграничных населенных пунктов. Здание разрушено. Пожар уже потушен. Сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям обошлось без пострадавших. Российская армия нанесла комбинированные удары из реактивной системы залпового огня и артиллерии по городу Курахово Донецкой области. Как сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела разрушены более 10 частных домов. Также повреждена одна из многоэтажек. Кроме этого, частично разбито здание пожарно-спасательной части. Информации о пострадавших нет. На фронте за сутки произошло 164 боевых столкновения. Как сообщили в генштабе ВСУ, по-прежнему сложная ситуация остается на Покровском направлении. Там войска РФ совершили 39 атак. А также на Кураховском участке, где украинские военные отразили 30 штурмов. Кроме этого, силы обороны отбили 24 попытки наступления на Торецком плацдарме, 15 на Купенском и еще 12 на Лиманском. Как отметили в генштабе ВСУ, украинские бойцы продолжают истощать наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу. Ну, резервам не хватает для того, чтобы наступать сразу. Если мы берем только на Покровский участок фронта, им не хватает резервов для того, чтобы там выполнять несколько задач. На Покровский посредственно они наступление свое приостановили. И я говорю о том, что им сейчас не хватает сил для того, чтобы выполнять сразу несколько задач на этом участке фронта. То есть, последовательно. Первое – треугольник Галициновка, Невельская и Красногоровка. Второе – Селидова и третье, наконец, Покровский. Почему не хватает резервов? Ну, потому что участник был переброшен в Курскую область. Плюс потери, безусловно, которые несут, наступая в стиле пехотных атак. 1150 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 626 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки три российских танка, девять боевых бронированных машин и 26 артиллерийских систем. Полный список военных потерь российской армии на ваших экранах. Украина имеет собственные средства для атак на дальние расстояния, отметил глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя призыв Киева снять ограничения на использование западного оружия по военным целям на территории России. Украина начала выпускать собственное высокоточное вооружение, но его пока недостаточно. Киев готов совместно с партнерами наращивать производство оружия и боеприпасов, заявил президент Зеленский на заседании «Рамштайн». Что именно создает и над чем работает украинский оборонно-промышленный комплекс в нашем материале. Украина настаивает на снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, предоставленного союзниками для поражения целей на территории страны-агрессора. По словам президента Зеленского, это решение зависит не от коалиции всех государств-партнеров, а только от четырех стран, которые уже предоставляют ВСУ вооружение дальнего радиуса действия. США, Великобритания, Франция, Германия. Только эти четыре страны предоставляют или способны предоставить оружие дальнего действия, которое может помочь нам вытеснить Российскую Федерацию с территории Украины или спасти жизни мирных жителей во всех городах – Полтава, Львов, Харьков, Киев, Днепро, Кривой Рог. Мы теряем людей ежедневно. И наша способность решить эти проблемы зависит от этих четырех стран. В Вашингтоне дать добро на удары западными ракетами по территории России пока не готовы. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российская армия уже отодвинула свои объекты от зоны досягаемости систем «Атакамс» или ракет «Штормшедоу». Кроме того, по словам главы Пентагона, у Украины уже есть вооружение, сопоставимое с дальностью западных ракет. Мы все время говорили, что нет ни одной возможности, которая сама по себе могла бы иметь решающее значение в этой кампании. Знаете, у нас была дискуссия о танках, у нас была дискуссия о других возможностях. И каждый раз мы отмечаем, что это не просто что-то одно, это комбинация возможностей и то, как вы интегрируете эти возможности для достижения целей. Украина испытала свою первую баллистическую ракету. Об этом Владимир Зеленский сообщил 27 августа на пресс-конференции. А несколькими днями ранее, в День независимости Украины, президент заявил об успешном применении украинской ракеты-дрона «Поляныця». Дальность ее полета 600 километров. Кроме того, Украина модернизирует ракеты «Нептун». У нас уже было 5 или 6 достаточно удачных пусков «Нептунов», уже не как противокорабельных ракет, а уже в версии крылатой ракеты, которые поражали объекты на расстоянии там от 600 и 700 километров. И думаю, что до 1000 километров его, ну где-то близко к этому дистанцию, его доработают. Украина развивает свою ракетную программу, но пока основными средствами поражения целей на территории России остаются беспилотники. Беспилотные системы уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора, на расстоянии до 1800 километров. Военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери. Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины. Фейсбук. О готовности инвестировать в производство украинского дальнобойного оружия заявили в Литве. На сайте Министерства обороны страны говорится, что Вильнюс собирается принять участие в финансировании производства дронов поляныця и ракетных систем. Китай объявил о проведении совместных с Россией военных учений «Север взаимодействия». Маневры будут проходить в Японском и Охотском морях, как в акваториях, так и в воздушном пространстве. Как сообщило Министерство обороны Китая, цель учений – углубление стратегического сотрудничества между вооруженными силами двух стран и укрепление способности совместно бороться с угрозами безопасности. По информации агентства Associated Press, США проинформировали союзников о вероятной передаче России иранских баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщил и спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стану. Он отметил, если такие поставки подтвердятся, Евросоюз отреагирует быстро и в координации с международными партнерами. Обеспокоен военным союзом Тегерана и Москвы, и Киев. Украина призвала международное сообщество усилить давление на эти страны. Детальнее Кристина Домбровская расскажет. Передача баллистических ракет России будет иметь серьезные последствия для двусторонних отношений Киева и Тегерана, заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Военное сотрудничество России с Ираном угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы, а также Ближнего Востока, подчеркнули в Украинском внешнеполитическом ведомстве. В очередной раз призываем руководство Исламской республики Иран воздержаться от передачи России, которая, согласно уставу ООН и нормам международного права, является государством-агрессором любых видов вооружения и военной техники. Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России. Из заявления Министерства иностранных дел Украины на сайте ведомства. МИД Украины обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на Тегеран и Москву. США неоднократно предостерегали Иран от передачи России баллистических ракет любой дальности. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс отметил растущие и тревожные, по его словам, отношения в военной сфере между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Подобная кооперация угрожает как Украине, так и союзникам США на Ближнем Востоке. Если Иран поставит баллистические ракеты любого типа ближнего радиуса действия или другого, это станет резкой эскалацией характера этого оборонного партнерства. Ранее передача Ираном России баллистических ракет малой дальности сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке. По информации агентства Reuters, речь может идти о ПАТХ-360, системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов. По данным британской газеты Times, Россия получила от Ирана более 200 ракет. Подтвердил факт поставок и член иранского парламента Ахмад Ардастани. Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты Хизбале, Хамас и Хажд-Ашаби, то почему бы не дать их России? Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции через наше партнерство с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Ахмад Ардастани, член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана. В интервью иранской газете Дидбан Иран. Впрочем, в Министерстве иностранных дел Ирана информацию об отправке баллистических ракет России опровергли. В миссии Ирана в ООН также традиционно отрицают поставки вооружения стране-агрессору. Аналитики Американского института изучения войны считают, что иранский режим взамен баллистики рассчитывает получить от Москвы не сою и кукурузу, а истребители Су-35. По информации The Wall Street Journal, Европа и США уже работают над санкционным ответом Тегерану. Латвия расследует падение российского беспилотника на своей территории. Об этом сообщил президент страны Эдгар Сринчевич. Он напомнил, что дрон разбился 7 сентября на востоке Латвии. Также подчеркнул, что количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет и решать проблему следует коллективно. Нарушение воздушного пространства Латвии российским военным беспилотникам не было неожиданным. Об этом заявил министр обороны Литвы Лаурина Скащунас. Он подчеркнул, что находится на прямой связи с латвийской стороной, а также ожидает информацию от структур НАТО. В альянсе обсудят, какие инструменты можно применять в таких ситуациях, сказал глава Минобороны Литвы. В свою очередь, министр иностранных дел страны упрекнул союзников в бездействии. Ничто не должно падать на территорию Украины или Латвии, или где-либо еще на территории НАТО. Но это новая реальность, которой привело наше бездействие. Литва, конечно, поддержит решительный ответ союзников. Габриэлюс Ландсбергес, министр иностранных дел Литвы и сообщения в соцсети Икс. В НАТО пока нет информации о том, что падение российского беспилотника на территории Латвии было преднамеренным. Но отметили, что такие действия являются потенциально опасными. Об этом заявила пресс-секретарь альянса Фара Дахлала. Она напомнила, что в ответ на войну России против Украины, НАТО значительно увеличило свое присутствие на восточном фланге. В частности, в Румынии и Латвии. Напомню, в ночь на 7 сентября армия РФ атаковала Украину почти семью десятками шахедов. Несколько из них, по сообщениям СМИ, залетели в Беларусь и один в Латвию. Латвийские военные и спецслужбы начали расследование. Также несколько беспилотников, атаковавших Украину накануне, нарушили воздушное пространство Румынии. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны. Также военно-воздушные силы Румынии подняли два истребителя F-16 для мониторинга обстановки, отметили в оборонном ведомстве. Румынская сторона предполагает, что беспилотники могли упасть в безлюдной местности. Их ищут. Крупнейший аэропорт Швеции вблизи Стокгольма на несколько часов остановил прием и отправку рейсов. Часть самолетов были перенаправлены в ближайшие аэровокзалы. Как сообщили в Управлении гражданской авиации страны, в районе аэропорта были замечены по меньшей мере четыре беспилотника разного размера. Полиция начала расследование по факту диверсии и нарушения закона о безопасности. Нарушение воздушного пространства Румынии и Латвии российскими дронами – это напоминание о том, что агрессивные действия России выходят за пределы Украины. Об этом заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига. Он подчеркнул, чтобы защитить Европу, сохранить мир и положить конец российской агрессии, союзники должны максимально поддерживать Украину. Украина нуждается в конкретных действиях союзников. Смелое коллективное решение использовать ПВО-партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас. Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины в соцсети ИКС. К этой теме мы вернемся немного позже, а сейчас о других актуальных новостях дня. Из-за многочисленных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища Россия сократила производство топлива, сообщает рейтер со ссылкой на источники по отрасли. По информации агентства, только в первом квартале 2024 года около 10 российских НПЗ остановили работу из-за атак беспилотников. О последствиях этих ударов в нашем материале. Это все, что осталось от нефтебазы «Флагман» в Пролетарске Ростовской области после 16 дней пожара. К слову, эту нефтебазу в СМИ чаще называют по-старому «Кавказ». Переименовали ее в апреле 2023-го. Дроны атаковали предприятия 18 августа 2024 года. В августе беспилотники атаковали еще один стратегический объект российского ВПК в Ростовской области – нефтехранилище база номер 7 или «Атлас» в Каменском районе. По данным НАСА Фернс, от 31 августа площадь повреждений от каждого из пожаров превысила 7 квадратных километров. А осень-транследователь МТ Андерсон опубликовал схему повреждений Кавказа на 23 августа. Уже тогда 15 резервуаров были уничтожены, 3 частично повреждены – это 90 тысяч тонн топлива. Состояние еще 33 резервуаров неизвестно. На «Атласе» уничтожены как минимум 3 резервуара, то есть еще 15 тысяч тонн. Из публикации – здание «Полигон». Последние несколько месяцев дроны регулярно атакуют объекты на территории России. Базы военно-воздушных сил, нефтехранилища, нефтеперерабатывающие заводы, склады боеприпасов, командные центры. В августе в результате ударов по нефтебазам и НПЗ производство дизельного топлива в России сократилось на 7,5% по сравнению с июнем, сообщает агентство «Ройтерс» со ссылкой на источники в отрасли. Московские НПЗ атаковали 1 сентября. В результате остановлена работа установки «Европлюс». В состав установки «Европлюс», на которую приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке, также входит установка реформинга мощностью 1 миллион тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 миллиона тонн в год. В прошлом году объем переработки московского НПЗ составил 11,6 миллионов тонн сырой нефти. Из публикации агентства «Ройтерс». Московский НПЗ – это, скажем, такая жемчужина в европейской части России, потому что он перерабатывает где-то на уровне 12 миллионов тонн нефти по году. И если Россия вся перерабатывает где-то на уровне 330 миллионов тонн, то это больше, чем 3% от общей производственной мощности. Московский НПЗ – один из крупнейших налогоплательщиков России. Предприятие производит бензин, газоэль, мазут и авиационное топливо. Именно поэтому московский НПЗ – стратегически важный объект российского ВПК. Это будет существенно сказываться на обеспечении Центрального федерального округа, особенно Москвы, продуктами нефтепереработки. Потому что где-то 35% на рынке Москвы, Московской области этот завод занимает. Это предельное значение, которое ему позволяет без штрафов общаться с антимонопольным комитетом. Интересно, что Москва сама превратила свои нефтехранилища в привлекательную цель для атак беспилотников. Дело в том, что многие из них, особенно те, которые, как Атлас или Кавказ, были построены в период Холодной войны, изначально располагались под землей. Но со временем потребовалось провести их капитальный ремонт, и правительство решило перенести нефтебазы на поверхность. В мае 2024 года беспилотники уже атаковали нефтебазу «Кавказ» в Пролетарске. Тогда пожар быстро потушили. После этого снова залили резервуары под завязку. Теперь нефтехранилища, возможно, опять начнут закапывать. 4 сентября Ростехнадзор опубликовал приказ, снимающий ограничения по использованию подземных хранилищ. А пока Кремль засекретил данные о производстве топлива и заявил о продлении запрета на экспорт бензина до следующего года. Виктория Смирнова для телеканала «Фридом». Украина вновь призывает НАТО сбивать российские дроны и ракеты после цедентов в Румынии и Латвии. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. НАТО должно реагировать на то, что российские шахеды свободно чувствуют себя в воздушном пространстве европейских стран. Их нужно сбивать. Россия всегда так делает. Пытается прощупать слабые места. Реакция должна быть сильной. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. Литва готовит национальный план массовой эвакуации граждан. Он будет представлен уже в октябре. По словам министра внутренних дел страны Агнея Белатайты, хотя у каждой территориальной единицы есть свой план эвакуации, страна должна иметь также план национального масштаба и быть готова к реализации в случае необходимости. Сегодня гражданская защита актуальна как никогда. Война, развязанная Россией против Украины, продолжается. Страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам. А диверсии – это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашей повестке дня. Мы также должны координировать наши усилия на региональном и европейском уровне. Это дорого, но важно объединить наши возможности и получить поддержку от ЕС. Мы призываем провести оценку рисков, чтобы лучше понять угрозы и усилить меры защиты населения. Агне Белотайта – министр внутренних дел Литвы. На этом пока все. Больше новостей расскажу уже в 21.00. До встречи на Freedom.